С початку года на участку отказности Гродзенской пограничной группы про задержавную мяжу забеспечен пропуск кали 4 миллионов граждан и 2 миллионов транспортных сродков. А кроме того, в рамках оперативных мероприемств при неминскими вортовниками рубежа Украины селеты затримано 48 порушальников мяжи. Выведено с незаконных оборотов свыше 21-ок сброи. Так, уличбовым выражением выглядят службовые показчики Гродзенской пограничной группы. Ее особовым складом ведется патрулявание на территории протяглостью кали 300 километров. Причем контроль ведется с земли, воды и по ветрам. На узброенні пограничников знаходится сучасная техника, аппаратура и обсталявання. Это позволяя эффективно выконовать задачи по охове державной мяжи. Варта отзначать, что Гродзенская группа – одно з найстарейших и заслуженных пограничных злучэнню республики, якое селеты отзначая 75-годзе утварыння. Она легендарная группа, потому что она самозарождалась 75 лет назад. Она охраняла границу Советского Союза, охраняя границу с Союзной Белоруссией. Здесь служили легендарные люди. И советские – возьмите Карацупу, возьмите Кубашилию. Что знают на Союзном этапе? Это одна из самых передовых групп. Здесь служат прекрасные люди, здесь прекрасная школа, потому что она была заложена старшими поколениями. Техническое оснащение границы изменилось в корне. Раньше мы располагали техническими сооружениями достаточно простыми. На сегодняшний день это комплекс, который позволяет нам осуществлять комплексную охрану границ с интегрированными средствами различными. Это и сигнализационные комплексы заградительного действия, это видеонаблюдение, реабилитационные датчики, сейсмодатчики и другие. Поэтому, конечно, техническая оснащенность, она немножко другая, чем в те времена.